Приветствую вас, снова в среду, молодежь на нашем общении. Какое желание можете побыть в этот час больше или меньше с нами. Мы извиняемся за опоздание, кто есть, не ждал, так получилось, что город большой, многие люди работают, двои и сестры, поэтому заберем жаловаться. Мы предлагаем начать наше собрание с молитвы. Каждый раз мы помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя, Господи, что Ты в очередной раз собрал Господь, что дал возможность, дал день, Господи. Дал, Господи, в принципе, хороший день, солнечный, Господи, не жаркий. Благодарю Тебя, Господи. Прошу Тебя, Господи, пребывай сегодня, сейчас и где нас тут, Господи, на этом месте. Открой сердца наши для прославления, Господи, и Твоего уста наши, открой сердца, открой для принятия Твоего слова. И кто будет смотреть, если будет твоя нивость в этом, Господи, то и их сердца поднеси. И коснись их сердце, если это люди неверующие. И если же это ведущие, то, возможно, Господи, они найдут что-то новое для себя, что-то откроют какие-то истины. Благослови, Господь, что Вы сегодня говорили здесь и прославлялось только Твое имя, а вновь. И не было суеты, не было зла, не было раздражения, еще чего-то не было неугодного Тебе, Господь, что несла в имя Твое. Я прошу Тебя, Господи, пребывай сегодня Твое среди нас, Богом, Твоем, Святым. Аминь. .... ... ... ... ... ... ... Субтитры подогнал «Симон» 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 Лишь Тебе, Иерусалим, Вечно мой счастлив, Жизнь мою преобрази, Здесь, в земной долине, Чтоб в душе покой найти, Иерусалим. Жизнь и талмены, Прекраснекал свет, Иерусалим. Там вечно живут, Там песни поют, Иерусалим. Ты в город живы, Ты в город следы, Иерусалим. Иерусалим, Теперь я стремлюсь С тобою в союзе, Иерусалим. Братья мои, сестры, Мы будем вместе Воспевать и солнце Радостные песни, Так давайте ж на земле Вместе с морякона, Чтоб светли и устало, Написал дорогу нас. Болеть не там нет, Не краснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, Там песни поют, Иерусалим. Ты в город живы, Ты в город следы, Иерусалим. Теперь я стремлюсь С тобою в союзе, Иерусалим. Теперь я стремлюсь С тобою в союзе, Иерусалим. Иерусалим. Еще, я не знаю, знаете, вот это гимн. Гимн «Верю я, что есть великий Бог». Это тоже гимн с песеном возрождения. Самый, наверное, лучший возборник гимн. Знаете, да? Да. Ты знаешь? Да. А я туда куда-то знаю. Главное, я ведь давайте нашел знакомых, знакомых гимн. Такое чувство, что мы его пели раньше. Ну, давайте я попробую, короче, один, а вы, да, что вы пальцы подкрываете, договорились. Гимн «Верю я, что есть великий Бог, Только Он создает, который Бог, Мир наделившись в семье, Это его дела. Берегип молитвей я звоню И благодарением помолюсь, Ведь его руками меня вела, Мире зла, Мире зла. Перед ним моих сил я склонюсь, И благодарением помолюсь. Ведь его руками меня вела, Мире зла. Верю я, что через все пройдет, Через испытания и ведут. И ничто меня не выложит из Господней грудь. Я иду в небесный вечный дом, И увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлуг, Стой дну, стой дну. Я иду в небесный вечный дом, И увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлуг, Стой дну. Верю я, что все мои друзья, Что прожил землю жизнь зря, Будут в небесах носить все прекрасные. Кто отдал себя на труд Христа, Вечные года получит там. Верой достигая свою веру, Он преуспел, Он преуспел. Кто отдал себя на труд Христа, Вечные года получит там. Верой достигая свою веру, Он преуспел. Вот, видите, как много гимнах у нас, да, в небесной Розе. Как недавно вчера общался с одним и другом, с этой старой. Дима, если смотришь, привет. Он выразил всего двумя словами. Верой. Во что, Великтор Малевич, я тебе скажу здесь, а... Кто не знает, да? Выразился вообще абсолютно правильно даже. Поразился. Ну, я вас слышал. Чего ты можешь выиграть? Поразился. 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 У вас, Григорий, скучно, какая-то религия, говорит. Как бы мир, говорит, сложен, равнонабразен, а вы, говорит, верите, всего лишь, говорит. Вы, говорит, верите в две вещи, вы, говорит, любите Бога и верите в небеса. Ну, я ему добавил, что не только Бога, что он еще людей, и даже не верит человек, да? В двух словах, обозначение правильного принципа, да? Это небольшое отступление к димуном. Вот, и сегодняшняя тема у нас. Контакт читали, нет? Мы проходили в группе. Ну, и какая тема у нас? Мы в контаксе, да, в нем. Мы все равно туда что-то. Все хорошо. Тема, значит, вы, наверное, знаете. Да? Благовещение. 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 Да, Лев правильно сказал. Тема сегодняшнего нашего общения лично и благовестия. Так вот, и первый стих, который я хотел бы прочитать, это слова Иисуса Христа, самые последние слова Его перед Вознесением. То есть, они заканчивают Иоанн Георгий от Матфея. То есть, последние слова. Так, что сказал Иисус? Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учаясь соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни, до скончания века. Аминь. То есть, вот, последние слова Иисуса были, да? То есть, понять надо важность последних этих слов, да? То есть, вот, даже когда люди прощаются на поезде, ну, стоят вот, да, последние там провожают уже. Знаешь, что человеком являются последние слова. Обычно они самые же важные человеку говорить с тем, которым как он надолго прощается, да? Правильно? Правильно. Вот. Поэтому и надо очень осознать важность этих слов. И вообще личного благовестия привыкли говорить о таком, как бы, о глобальном благовестии в детских дома, например, о посюхе Венгелии, в ангелизации. Но, чему-то часто забываем о самом главном задании Иисуса, который вот он нам оставил этим стихом на земле для каждого прощения Много, личного благовестия именно. То есть, я уже считаю, что, как бы ни было, человек не участвует в каких-то таких больших глобальных евангелизаций, там, еще каких-то труда, но если не будет у человека личного благовестия, если человек лично не будет сам, или коллегами, или еще где-то на работе, знакомым, там, соседям, рассказывать о Евангелии, благовестии, то, в принципе, возможно, в какой-то степени тщетинг будет, а остальной труд. Как вы считаете? Ну, я, может, у кого-то говорился, мне кажется, может, Господь по-разному открывает. Ну, каждое представление должно быть личного благовестия. Как если человек, или, по-нему, будет судьбой, по-разному, с какого может не подарить? Ну, не знаю, трудно его сказать. Ну, страна. Ну, страна, да, могу сказать, или английский. Ну, просто в английском, не скажем, на опыт страна. Ну, вот тогда, такой вопрос. Основание благовестия, то есть, кто нам дал право, и почему мы вообще можем благовестия? То есть, например, многие, например, могут же сказать, кто в религии посвящен, например, многие религиозные организации, объединения. То есть, покажите вашу порочку, покажите вашу бороду, покажите вашу вориацию, покажите там мандат ваш, как советское имя, да? То есть, кто вообще такие, что можете выходить о Боге и рассказывать? Вот есть священник, есть поп, есть там пастор, есть там еще кто-то, да? А вы кто такие? То есть, на основании чего мы, как бы, что сможем ответить этим людям, которые нам, например, такую телегу выпустят? На основании библиотеки, как бы, что написано, вот. Что написано? Что, что ровно сидит, его не видно, но голос его слышит. Скажите, более весны у тебя, более нет? Нет, тут же может написано, мы скажем, тут написано, что у вас надо вначале рукоположить, за вас там, вы должны там пройти какой-то духовный семинар, выучиться, там, дипломы, статусы учить. Тогда только и идите. Есть линия Николаевна? Люба может быть? В современном, вовремя когда? У меня единственная, наверное, на основании, вы говорите, что я с этим делаю, когда так не сделаю, когда ты, ну, как, общаешься с этим, посудить, да, ну, полностью, то есть, нет, нет, необходимости учиться, там, что-то, не знаю, или какие-то, там, запорчики. Но это есть, в принципе, мнение, но вот, просто надо понять, даже тем, например, людям можно сказать, что сейчас мы являемся на Земле священниками, правильно? То есть, в редкие времена священники могли быть только из колена Левита, насколько вы помните, да? То есть, если было 12 колен Израиля, там было колено Леви, то есть Левита. Они были потомственные священники. Кроме них, никто не допускался в храм для жертвоприношения, для служения Бога. Сейчас же мы стали все священниками. И это как бы подтверждается стихом из первого послания Петра 2.9. Вот, что Господь говорил всем, тем, кто его дедит. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из мы в чудный свет». То есть, это вот еще стих говорит о том, что мы уже сами священники, и мы сами можем призывать и возвещать совершенство призвавшего, то есть совершенство Иисуса Христа. То есть, вот, у нас уже есть указание и есть право. Право быть самим священниками, самим рассказывать, самим славить Бога, самим молиться без каких-то любопосредников, самим как бы совершать жертвоприношения, ну, жертвоприношения такие, как раньше совершали, там, баранов, там, коров, в виде молитв, в виде послушания, в виде благовестия, в виде прославления. Но, так как Господь назвал нас священниками, то это накладывает определенные на нас права и требования. Которые Господь выдвигал к священникам, которые должны были ему служить. То есть, любое соприкосновение с миром, и священник не мог, ну, в смысле, не с миром, а с римическим миром, в любым народом, да, или чему-то нечистому, он прикасался к животному, или еще чему-то там, к умершему телу прикасался. Он должен был сходить, очиститься, и в течение нескольких дней принести потом еще жертву в очищении вот этого греха. То есть, он мог служить Господу только будучи святым и очищением от всякого зла, и нечистоты. Вот. Об этом маленько дали. Ну, и вот такой вопрос, Рома вот озвучил сразу же в самом начале, что бывает какой-то страх, да? Да. Страх, какая-то какая-то неуверенность, еще что-то, да? Угу. Вот. Ну, и вот кто еще что скажет тому, что еще мешает? Чтобы лично засвидетельствовать о спасении, а в Евангелии. Давай вот Андрей, может, скажешь. Страх. Страх причем. Страх, страх, темноты бывают, тяжести на те, кто не в порядке, лампочкой включить свет, фонарикозный, страх, а какой-то... Да. Мнение окружающих. То есть, мнение окружающих, да, вы что-то? Что они о тебе подумают? Наверное, так. Понятно. Это тоже как-то неуверенность. Я только и себе даже больше не знаю. Не знаю, о чем рассказать, что рассказать. Спросы там, о чем-то. Не знаешь, как ответить можно. Поэтому... Ну, у вас еще страх, допустим, слэш, тянька, ну, допустим, припел, может, что-то не по Гибрии, да, там, ну, такие страхи бывают, да, другие. То есть, бояться и вести в заблуждение, да, да. Ну, может, это даже больше не страх, а сголовка. Да, это, мне кажется, сголовка приема больше. Любовь, что нам скажется, на Талесе. И, в принципе, всё, в принципе, да. Что им есть? Страх, мнение, другие какие-то... То есть, тебя как салат. Это всех путешествий. Ирина? Ну, все равно, и, ну, любви тоже, что ты думаешь, скажешь. Ну, когда у тебя, когда ты, что рассказываешь, и, ну, после, в заблуждении, когда ты, когда ты спрашиваешь, ну, как, ну, честно, честно, и в целом, и в целом. Ну, что-то сколько вот, не встречал, не так, честно говоря, еще не собирался, не было. Есть такие уставы, которые есть? Да? Да? Да. Ну, как, ну, с резкостью, с пониманием, смешно, со своими причинами. Почему? Со своими причинами люди, потому что, в стране. Угу. Ну, вот поэтому, да, многие ссылаются на застенчивость, кто-то на космоязычную, да, ну, то есть, не может человек общаться с людьми, да? Кто-то там на робость. Но, вот я так подумал, когда я готовился к этому молодежному общению, что является причиной всех вот этих, то есть, это же последствия только на самом деле показываются. но я уже для себя понял. То есть, что является причиной вот, откуда появляется страх, откуда робость, откуда еще что-то появляется. То есть, чтобы устранить последствия, надо обнаружить эту причину и устранить причину, тогда последствия сами улучшат. То есть, зачем устранять последствия, когда они все равно будут все время появляться. То есть, надо сам корень вот этих, откуда вырастают вот эти всякие страхи, которые могут быть при жизни своей. Кто-то что думал? Нет. Ну, вот многие молятся, доверяются, но все равно страх, постараются. Молятся, доверяются, откуда вы, или, 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 так. Нет. Нет. Нет, не, я бы сказал, это дьявол, как бы, в этом, ну, на сознании, как бы, какие-то, ты, скажешь, там, смеются над тобой, еще что-то такое. То есть, возможно, человек, либо не так, например, он был, либо не так ему доверяет. Нет такого, ну, полного доверия. Может, что-то подходит. Ничего, кто-то, что думает. Угу. Вы не боитесь рассказывать? Не бывает неправильно. На самом деле. Угу. 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 есть проблемы с благовестием, то прежде всего ему надо заглянуть в свое сердце и посмотреть, чего у него в сердце больше. Больше если мира, суеты, то понятно, у него на языке всегда будет мир и суета соответственно. То есть он больше будет говорить о всякой идее, чуши там, еще о чем-то, но не о Боге. То есть вот по этому стиху согласна, что от избытка сердца говорят уста. Если же в сердце у человека Иисус живет полностью посвященному, то получается и уста будут говорить больше о Боге и даже постоянно. Ну понятно, не совсем постоянно, и в житействе какие-то дела разговоры, но вообще превалировать больше в общении. В разговорах будет Господь, Библия и духовные какие-то слова, духовные переживания, да? Правильно? Как надо победить вот это зло, которое в сердце, чтобы на самом деле уста были открыты на благовестие? Молитвы постом, еще о чем-то. Молитвы постом, еще о чем-то. Молитвы тоже, да, наверное, наверное, молитвы. То есть вот исходя из стиха про от избытка сердца говорят уста. Молитвы святой. Стих из книги Леви 20 глава, 26 стих, это и Евангелие, эти слова из книги Коля развернуты. Будьте предо мной святы, ибо Я свят Господь, и Я отделю вас от народов, чтобы вы были Мои. То есть Господь отделил нас от всех языческих народов, да? И всех народов, Томис, Бог, кого ты будешь, но это неважно, призвал, да? И сейчас как бы мы отделены от мира, и они не должны соприкасаться, и они должны вообще абсолютно никак быть похожи на этот мир. И вот. Основное правило благовестия, вот так если подумать, это даже больше не слова, а больше жизнь человека. То есть вот подумать, так если глухонемой человек, да, не может разговаривать, думать, как считаете, может он благовестия или не может? Может. Как? Своей праведной жизнью, да, святой, он может благовествовать. Поэтому, кому сложно благовествовать, подумайте, просто порой Господь сам закрывает уста вам. Ну и мне даже часто, наверное, чтение. Знаете почему? На благовестии. Почему? Ну я вас спрашиваю, почему? Не готов, не готов, не готов, не готов к чему. Не готов к чему? Не готов к чему? Не готов к чему? Ну а когда, как раз поймёшь, что ты готов? Там, я не знаю. Сколько это появится, там, мир, всякие тени, кровь, облияния, ничего, там, молния, всех нет. Но я как считаю, что Господь даст тогда только уста и сердца благовестия, когда человек будет вложить, да, святой и праведной жизнью. Потому что если человек, к примеру, сам, даже, ну, не будем брать такие глобальные языки, как там, хует, пьёт, пьёт, пускай верующий не хует, не пьёт, но в то же время ходит, ругается, лорчит, ропщик, да? И в этот же момент рассказывает коллегам своим о Иисусе Христе, о Евангелии. Коллеги же просто над ним посмеются, скажут, что ты нам рассказываешь тут, когда у тебя жизнь абсолютно ничем не отличается от нашей. То есть, получается, через слова, через этого человека будет поноситься имя Иисуса Христа. То есть, они не только над человеком посмеются над этим, который им рассказывает, они сейчас посмеются над Богом. Поэтому Господь, чтобы Его имя не поносилось в миру, Он таким людям просто не даёт, не даёт уста благовестия. Потому что зачем Богу быть на языке неправедника Господня говорит, что они могут из одного источника течь солёной и сладкой водой. То есть, либо течёт солёная, ой, не солёная, а горькая, горькая и сладкая, да? Либо горькая течёт, либо горечь течёт, либо сладость течёт. То есть, не могут они смешиваться между собой. То есть, и горечь и сладость смешаясь, то что получится? Победит, и сладость победит горечь. Получится горечь и сладость победит. Вот. Вот. Ну, то, что там может быть, хочется. Из опыта может отличиться в своей жизни. Поэтому мы просим. То есть, вот сколько я замечал, когда день проходит в суете, когда апостол порой даже вообще забывая, что ты есть такое, что ты честнёй не бывает, такие честны, когда на работе замотают вообще. Тогда вообще даже не охотой ни говорить об Иисусе ничего, просто попадает всякое желание. То есть, суета побеждает в сердце, и Господь не даёт побуждения такого. Вот. А когда в мире покоя пребываешь в нём, то Господь даёт, часто даёт такое желание в сердце. Правильно? Я думаю, все это, когда хотя бы раз осознавали, испытывали свою жизнь. Да? Или нет? Или да? Просто глухонемые. Какой же мудра? Э! Э! Подрумой, да. Только в виде своими глухонемыми. Слушай! Тут стоял от меня! Садит Рома, он сурдый переводчик его не видел, он, на пальце объясняет, он его не видит. Так что вы не думаете, что они молчат. Они просто глухонемые. Не, это ж, как-то понимаешь, там вообще. Ну ладно, вот, тогда вам закрывался, чтобы вас смотрели хорошо, или что надо для личного благовестия вообще, что то есть надо иметь, или не иметь, или не иметь, что-то получить там, я не знаю, как считаете, кого-то поменяет. И, как бы, это будет, и когда мы с вами как-то поддельно делаем, когда будет очень редкость, когда человек это попросил, как у меня будет, и вот, и уже мне это попросил, и кто-то там нынется, и я надеюсь, в том, что в дальнейшем, когда будет, что я начинаю попросил по детей, этому человеку выкинуть, сказать это, ведь они важны, что мы думаем, как бы, о Боге помогут. Ну вот, как многие дали, мы думаем, что может надо образование, красноречие, какое-то рукоположение, да, или особое какое-то помазание, да, но на самом деле для личного благовестия это ничего не надо, то есть для глобального какого-то, там, для больших эмбернизаций, еще чего-то, там, да, там надо иметь помазание и рукоположение даже, не рукоположение даже, больше помазания просто, потому что, чтобы перед, большой аудиторией рассказывать, вот лично для между человеком и человеком, когда беседа идет, там особо никаких каких-то требований Господь человеку абсолютно не выдвигает, кроме одного, чтобы у человека было чистое сердце и искреннее желание засвидетельствовать этому человеку не просто ради того, чтобы засвидетельствовать, рассказать, выполнить свой долг, но чтобы было побуждение и даже видение, как этот человек спасется, то есть желание того, чтобы этот человек был спасен, да, вот, и если вот в человеке эти все качества от Бога совместятся, то есть чистое сердце, молитва, постоянное хождение святости и желание, чтобы люди спасались, которым ты рассказываешь, то можно из книги Пророка Веремии прочитать, что будет с этим человеком просто происходить, как Бог будет в нем действовать, вот история, кто читал книгу Пророка Веремии, а может быть помнить, что когда Господь ему пророчество давал про израильский народ, когда израильский народ полностью отступал от закона Бога, да, когда он начал поклоняться языческим богам, приносить жертвы детей своих, чуть ли не приносить жертвы языческим богам, и Иеремия к ним обращался с извлечением, и они его постоянно израильтяне били, сбивали, всяко поносили его, ну, жизнь у него была вообще тяжелая, по-моему, так сказать, вот, и поэтому он даже решил, что больше не будет им свидетельствовать о спасении, о истине, чтобы не получать, как бы, тумаков, так сказать, от своих соплеменников, но вот, что он потом написал, когда это он решил в своей голове, вот, что он написал, и подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, то есть, вот, надо у Господа просить вот этот огонь внутрь себя, то есть, не то, что через силу уходить благовесный, чтобы, как вот, у Иеремии было в сердце это желание, да, что он не то, что не хотел, он даже не хотел этого рассказывать, но внутри у него был огонь, он не мог удерживать, просто это из него выходило, что, то есть, он даже боялся, что его снова побьют, или убьют даже голода оттуда, но Дух Святой так, с такой силой в нем находился, что он не мог не говорить истину, не мог не говорить о пророчестве слова, которые Господь ему давал, да, вот, и по сути, в каждом верующем, то есть, семье, вот этот огонь должен быть, но это, на самом деле, очень сложно, по своей жизни, скажу и знаю, что они просто очень их, честно говоря, таких людей, верующих в брач и сестер, я пока еще на своем пути не встречал ни у него, который вот именно в сердце такой огонь, который не может просто мальчать, который, несмотря ни на гонения, ни на обиды, там, еще на болезни какие-то, там, еще что-то, вот, идет и благовествует, идет и говорит. Говорит не то, что он хочет, не то, что хотят люди услышать, а то, что Господь ему говорит. Может быть, есть, может быть, я просто святую встречал, может быть, встречал кто-то, ну, вот такие же, как Муром и Еремея. И все равно, да, есть, конечно, такие люди, его даже, самый простейший пример, да. Ник Лубжичи-то, наверное, все смотрели, про его историю, да, когда он родился в семье верующих людей, без рук, без ног, полностью, или, наверное, да. Вот, то есть, как ему тяжело было в жизни, ну, вообще, вот так, ни рук, ни ног, ни ног, ни ноги, ни ноги, ни ноги. Вот, но он долго, как бы, и на Бога, там, в детстве, и пытался жить, самоубийством покончить, но потом Господь его призвал, и сейчас он трудится и благовествует, и собирает стадионы, на которых каются тысячи людей. То есть, Господь через него так действует серьезно. То есть, он не избрал какого-то, там, оратора, да, к примеру, там, какого-то умного, там, человека, там, него, там, красноречивого, большого, крупного, который, там, может публику завести своими, там, жестами, речами, там, какими-то, ну, бывают вот такие, да, и дню, вот, даже многие, особенно европейские, американские, да, приезжают в эти умилисты. Они даже больше не проповедники, они даже больше, я бы так сказал, клоуны они, по сути, в основе своей. То есть, они ходят просто, вот, заводят в зал своими какими-то жестами, там, громкими словами, еще вот чем-то, да. Но никто не ходит в этих людей, никто не выходит, не кается. Просто все в какой-то, я не знаю, тряске, там, рисуются песни поют, вот, единственное, чего они могут любить со своими эти, своей, так сказать, как они ее называют, харизмой. Ну, соответственно, понятно, что там, вот. Такой человек, у него, он сидит в инвалидной коляске, он не может бегать, прыгать по сцене, он не наделен даром какого-то особого красноречия, харизмой. Ну, откуда харизма может быть, да, по сути, безвыковый, безвыковый человек. Но Господь избирает именно немощных мира, которые не скажут, что я проповедовал, и это вся слава принадлежит мне Господь. Вот как раз собирает таких неизначенных вообще для мира, которые в побугании мира, может быть, находятся в каком-то, и использует их в комнате, если они себе свою жизнь посвящают. Еще что интересно, он родился в семей же христианской, то есть у него отец был пастор, они вообще как бы славят. Ник Вучичик, это его уже английский перевод его имени, это, по сути, Ник Вучич, это серп, по-моему, по-моему, по-исхождению, ну, по сути, славянское племя, да, они в свое время эмигрировали в Австралию, ну, и, соответственно, из Ника Вучича он превратился к Вучичика. И все удивлялись, как это, да, у пастора в семье родился такой, как бы, ребенок, да, то есть человеком Бог как-то наказал, что бы, ну, никто не мог понять, почему, а Господь знал путь этого человека и допустил, чтобы через него было прославлено имя Христа. Ну, вот, Евангелие, насколько я помню, тоже Иисус, когда хромой, там, или без ноги, не помню, я тоже просил Иисусу, ученики его спросили, за что этот человек наказан, может, его родители были во грехе, или он сам был во грехе, нет, его родители как бы не были во грехе, сам он чист, но он в таком состоянии находится для того, чтобы имя Господа прославилось через это исследование, которое Иисусу наказал. Вот, ну, и вот, про огонь говорили, который внутри человека, внутри того же и мини, я думаю, что и внутри вот этого брата тоже этот огонь, потому что, как, надо себя перебороть, да, чтобы вставать каждое утро, без зубь, без ног, он причем получился в мире, наверное, до видео, сам себя полностью обслуживает, по максимуму, как может, без днями, без дела, вставать, то есть мы вот здоровые люди, с руками ногами порой, но им встаем, что, ой, там, изыска, собрала, боли, там, интересная работа, не охота, еще нечто подобное, а он без рук, без ног встает каждый день и всегда с улыкой, вот, судя по его видео, всегда довольный жизнью и радостный, вот, к этому надо и стремиться к каждому веущему, вот, не как вот этот огонь, который внутри себя получит, то есть мы как бы поняли, что его надо иметь в себе внутри, но как, каким образом, что нужно, необходимо себе что-то изменить или еще что-то. Я вам тут записываю, но я вам пока не скажу. Какого не скажете? Каждый свое какое-то мнение. Нет, попроще, я, допустим, готовился. У меня три записывания, я, как бы, о чем размышлял. С вас я, по сути, всего, по-анному. Все, по-руди. Ну, вот, отдай, говорит, молитва. Молитва какая-то, что... Ну, как, дай бог мне огня, в связи с того, что вы еще. То есть молитва всегда должна быть конкретно, она должна быть расплючитой какой-то. То есть ты же к папе подходишь, когда что-нибудь просишь, ты же не просишь, там, дай папа... Вот я не знаю, ну, дай мне эту штуку, как я хочу. Ты же говоришь, папа, дай мне, там, топор, там, я не знаю, папа, дай мне, там, вилку, там, салат поесть, или папа, дай мне денег, там, купить, там, джинсы. Ты же не говоришь, папа, дай мне что-то такого, вот я не знаю, что это, но ты мне дай. Я вот хочу это получить. То есть когда молишься, то же самое, прямое общение. То есть надо все конкретно говорить, что тебе надо, что ты хочешь получить, что ты хочешь духовно как развиться. То есть не надо, как это все... А можно как-то все это обвлекать в такую форму непонятную? И? Ну, кто-то я смотрю, мыслительный процесс сейчас идет, все это не скажет. И что-то не идет. Идет? Ну, либо тогда. Потому что либо там на лейтинге я тоже подготовился. Нет? Ну, давайте, кто выручил дивантов? Трона выручил. На стиле сидит, мы не думаем, потому что не больше. Мы же об этом говорили уже самостоятельно. Чтобы сердце очистить. Ну, да, в первую очередь, да, чтобы самому очистить. Сердце очистить. Более. Ну, а как его получили дух, мы сейчас рассказываем, чтобы его внутрь себя... Чтобы он всегда пребывал, как веренизм. То есть, чтобы никогда не уходил. На самом деле, это просто все. В любом участке, я думаю, что это первая, 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 первая. Но, чтобы в любом участке, я не проживусь просто, ты не так, потому что тебе надо было, иначе. Что-то, что скажешь. Давай. Что-то подумал. На самом деле, это просто жизнь виситинная. Что вы, как живете, вот. А то, скажите, что вы в своей жизни ищете. Ну, и давайте я вам помажу, вот, первое, чем у меня записано, а вчера, чем я думал. Это отказ полностью от мирских и греховных всяких улечений, занятий от греха, да? То есть, чтобы в сердце было всегда наполнение духом святым Иисусом, а не мирскими делами, занятиями, какими-то улечениями, там, хобби, еще чем-то подобным, вот. Второе, что я выписывал, когда на молитвенной комнате молились, да, за полное посвящение своей жизни, вот это тоже очень важный шаг, важное решение. Кстати, кто-нибудь с молитвами молился, или молитвами искренне нет? Подходишься, нет? Значит, что, мне все пришли к этому искренне, просто не искренне смысл этой молитвы и молитвы нету, потому что это просто беспорядное. Надо, конечно, искренне к этому подойти. Вот, и третье, что, ну, это, конечно, постоянное пребывание в общении с Богом, то есть молитва и чтение Слова в Библии, да? То есть молитва, потом чтение Слова. И если три, я думаю, будут составляющих жизни человека, верующего, то Господь даст... То есть огонь, это что такое, по сути? Пробрость чего? Вот, не говорим, огонь сейчас, я говорю, а я вам не сказал, что такое огонь, что такое костер, ничего такого. Ну, вот, Ирина правильно сказала, да. Как сходил огонь на учеников, ой, Дух Святой на учеников время огня 50-ти в виде огня, в виде огня, в виде огня, в виде огня, был и жил, и находился, и в виде жизни нет. Согласны? Вот, то есть, по сути, из этого огонь это пасой делается. Дух Святой, Он живет в чистом храме. То есть сейчас каждый человек в этом храме. Сейчас не нужны Богу какие-то строения, скрепеча, там, пеноблоки, не знаю, с кровной стилом, еще есть чего-то из золота, с мрамором. Сейчас каждый человек является храмом. И чтобы Господь жил там, в храме, в этом, то Он должен быть очищен, как Иисус, когда еще, будучи на земле, очищал храм от всяких минувщиков, от всяких вот этих продающих и покупающих, ну, еще, когда храм незрайский существовал. Так и, чтобы Дух Святой этот огонь жил внутри человека, то храм человека, его внутренность, его душа, они должны быть также чисты, очищены, освящены. И не просто один раз во время покаяния и во время водного крещения, но каждый день внутренний храм человека должен посвящаться и посвящаться Господу. Да, согласна. Ну ладно, тогда такой вопрос. Ничего вообще благовестия необходимо. То есть, к примеру, вот я вчера думал, если в Библии есть слова, что верующие люди, которые будут спасены, они предузданны Господу и приготовлены, предусмотрены для спасения. Да, они дословно цитируют. То есть предузданное, что такое предузданное? Предузданное, это то есть неизначенное. Нет, неизначенное. Предузданное, это когда мирской человек может сказать, о чем Бог такой истокий, почему Он тебя предназначил, а для меня как нет. То есть несправедливый, мы избранные. Понятно, что мы избранные. А почему избранные? Почему Бог избрал тебя и не меня? То есть где это справедливость? То есть несправедливость получается, а Господь же это Бог справедливости, у Него все справедливо. Все забывают просто самое главное слово перед тем, что избран, там не слово предузданное. То есть я как понимаю это слово? То есть Господь, когда сотворил мир, Он уже видел наперед, кто примет Его как своего Бога, как спасителя, а кто не примет. То есть Он не избирал, как есть некоторые течения религии, которые утверждают, что есть как бы спасение и избрание. То есть кто хотя бы один раз принял водное крещение и покаялся, как бы Он на стремлении свою жизнь не жил, Господь Его все равно спасет и оставит Своем Царстве. Мы слышали, наверное, да? Мы слышали. Есть такие, как бы... Это, по-моему, если я не изменяю память, буду сошли биться, а я на Калинину пошел. Получил. Калининский так называемый. Ну это... Вот. Поэтому они, забывая слово предузданное, они его как раз исключают из стиха. Они ориентируются на слово избран. То есть вот... Они считают, что если человек избран, то все хочет с чем бы, как ни жил, что ни делал. Господь его все равно и спасет, потому что он избран и находится как бы под защитой и благодатью. Он Господом должен... Самое главное слово предузданное. Вот. То есть если люди все предузданы, которые по спасению должны избраны, то зачем вообще благовествовать? То есть Господь и так их все равно в любом случае спасет. То есть зачем стараться с Богом верствовать количество это если и так вот определенное количество Бога предузданных людей для спасения, которые он знает, что он уже видел наперед, что они его примут, и они станут его детьми, и они будут спасены. А по мне, правильно, они не слышали ничего, допустим? Ну нет, как? А просто допустим? Ну если они предузданно избраны, то значит, пойдут вот, например, вот сейчас на балконе возьмут и услышат. То есть Господь... Не надо ходить специально благовествовать. Господь их Сам придет в сердце, ну, в церковь, в собрание, может, Духом Святым коснется их сердце, и они как раз утро встанут, скажут, вот, надо идти на собрание, дарься, дарься, пошли, короче. Были же такие случаи тоже, они редки, но бывает, что без всякого благовестия человек посредством Духа Святого идет в собрание, и там, кажется, то есть никто ему не рассказывает обеисусе, а Дух Святого Своего побуждает. То есть вот так Дух Святой всех побуждает, и в Благовес, это, в принципе, можно и не ходить. Дух Святой всех побудит, кто из Бога, все сами придут, и все. Да, посудя, зачем стараться, трудиться, ходить, что-то делать? Ну, вот я таким вопросом как бы не задался. Ну, вот я два из себя ответом, а за все. Я получил, находитесь. Промб Satis на диван, а раз в паркетах сестер сэй. 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 Ну, вот я там. ... Сэй. Ну… Может, Бог там всё равно, но я кого-то спасение приготовил через кого-то. Надо бы сначала услышать, и Господу от нас ничего как только отчисляли. Ну, что же наше тело отказается, а там же Господь сам действует? Нет, это всё понятно, а зачем? Ну, ладно, вот черт для себя, да? Первое – это, во-первых, за свидетельство оно должно быть ими Иисуса Христа перед всеми людьми, даже перед теми, кто не будет спасён. Потому что Господь же, как сегодня говорили, это Бог справедливый, то есть это, по сути, Господь сама справедливость в полной темы. То есть, чтобы человек не пришёл, потом, когда будет суд, да? И Господь ему скажет, почему ты не принял нему? Он скажет, а мне никто не говорит. А, может, проще. Да, проще. Какая-то, если человек в жизни слышал или… Слышал, да, или… А Бог встречался в сердце. Да, или Бог встречался в сердце. Либо напрямую встречался… Даже если он не избран. Даже если не избран, да. Даже человек должен услышать о благовестии, об Ивану. И что, придя на суд, он не мог сказать такую фразу, что, Господи, я не слышал, поэтому я не виноват. И он будет прав, по сути. Так ли? Если он не слышал. Поэтому мы призваны… Даже если мы знаем, что из ста человек покается один, кому он благовествует. Но те сто человек, кому мы рассказали, мы исполнили боль в Бог. И эти люди уже знают о Господе. Знают, что есть спасение. Знают, как его получить, через что его получить. И поэтому… Ну, в этом утверждается просто справедливость Бога, да. И милосерия. То есть Бог справедлив во всем. Он может сказать и плюнуть, да ладно, я их уже предузнал, они не будут спасены в себя, но пускай и живут как-то. Но Господь же справедлив. Он хочет, чтобы каждый услышал спасение. Примет или не примет. Это уже свободная воля человека. Вот я так вижу. Мы вторая часть причины, почему мы будем благовествовать. Это наше, по сути, духовное развитие. То есть, насколько человек сильно благовествует, по сути, настолько можно судить о его духовном развитии. И вообще просто радостно, наверное, да, когда ты человеку расскажешь о Господе, ее. Ну, Иисус через твое благовествие приведет его к спасению, да. И ты увидишь покаяние этого человека, которому ты рассказывал. Это же очень приятно, очень красиво, на самом деле. И это просто радость сердца какая-то даже появляется от этого. Поэтому ради этого тоже стоит благовествовать. Поэтому, когда человек кается, на земле, на небесах говорят, радуется, да, если на небесах все радуются, то на земле-то и потом, тот человек, через кого это благовествие прошло, через кого Иисус подействовал, на сердце человека, то тот вообще радуется. Но я по себе сужу не. Я бы не наверно, а вообще буду очень рады сейчас. Для этого тоже необходимо, может еще кто-то пока сидел, но пока я говорил, кто-то может еще. Подумал и какое-то решение, для чего еще нужно. Необходимо нам благовествовать. Для каких целей еще? Вот две цели, как бы я обозначил, которые для меня, это для того, чтобы достигнуть каждого человека, эти благовествия, для того, чтобы быть, получать духовное развитие и радость. Еще, можно сказать, цель есть. Ну ладно. Так. Ну и вот, кто какие видит, например, в современном мире? Да, уже от такого духовного и глобального перейдем, так сказать, в более конкретные моменты. Какие виды благовестий, как вообще сейчас они будут распространяться? Как сейчас обычный ведущий человек, не имеющий какого-то там дара, красноречия, выхода на публику, на телевизор, на радио там, не имеющий там многомиллионную исполненную поддержку, чтобы в стадионы собирать еще что-то, а вот именно, как лично человек, любой верующий, может сейчас благовествовать? Ну вот у меня, допустим, ситуация такая была, я тоже задавалась таким вопросом, как, ну придешь, там, улучшать человека, да? Да. Да. А, допустим, там, даже в начале, там, вот просто, вот, ВКонтакте, да, допустим, где, там, статус свой, или его картинка, там, я там, верю, я люблю Иисуса Христа, да? И, мои друзья, которые, ну, там, в этой новости же не распространяются, они видят это, и, то есть, мультикаются вопросы, они меня стали задавать, вопросы, там, я зашла на твою страницу, вконтакте, там, а что, что-то там, а ты, все, ну, ну, то есть, вот, ты объясняешь им, и, вот, начинается тоже, вот, 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 со одним, говоришь, там, со вторым, ну, то есть, ну, вот, даже Бог сам мне, начал просто. Да, то есть, это, вот, это может быть страшно, но, на самом деле, кому-то, вот, кому-то, вот, кому-то страшно, да, начать с чего-то, хотя бы вот с этого, и ты, утвердишься, это, как бы, такая маленькая победа, может, будет, и уже не будет такого страха, и, тогда уже, может, ты, потом уже лично начнешь с человеком встречаться, я вот тоже молилась, вот, вот, хочу лечь сама по благоверствии, вот, ну вот, 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 в кого-то мы вот пошли, и вот в тот раз, седлась, поздравляю с тобой, знакомой тоже, и предложил там встречаться, по приемам жизни, нет, кого, отличная возможность, поблаговерствовать, но надо там, иди, приезжай, там, давай встречаться, поговорим, и, ну, тоже помолилась перед этим, что я не вспомнила и что надо было мне сказать, сказала я, что какая жизнь, погрешлевая, может даже и не случайно такое, что произошло, потому что у него такие обстоятельства что было как-то в ней, что я так обсуждала, что я, то есть перед меня, говорит, иди ко мне, есть что такое меня вот так вот сначала было есть еще плохо ну, как бы сейчас методы были есть, вот сейчас Оля озвучила ВКонтакте, да? я вот интернет-форумы, форумы, еще что-то, то есть вот тоже есть какой-то вот, да, у меня тоже был порог я вот думал, сейчас я вот не пишу чем-то, все, и поднесется, короче, там куча вопросов там, если что это какой-то порог такой надо, который просто перешагнуть и все, и потом уже как, да, в большинстве спокойно понимаешь, что наконец-то ты освободился от какого-то, какого-то этого страха и на самом деле, да, это же то же самое было то есть, например, если у меня сейчас там сколько, 150, столько друзей и они постоянно видят мои новости то есть, по сути, все 150 человек через мою страницу получают свидетельство об Иисусе то есть, это оплата в жизни, в смысле, масса людей то есть, уже они сейчас получают ту часть благорестия то есть, они уже, перейдя потом на суд придя к Вечности, они уже не смогут сказать, что им не было сразу то есть, читая статусы, читая какие-то картинки, там, надпись всеми стихами там, тот же гимн, возможно, возматр, там, у себя курит новый гимн, да, с сексом послушает уже через это идет в сердце его и распространение благорестия многие, как бы, спрашивают о том и все не о том и все, в смысле, а вере а вере, о том, что это вообще, что это такое некоторые, конечно, даже удаляются из друзей то есть, как они сказали, Рома, у нас интересно было с тобой раньше общаться спасибо за интересные времена она говорит, до свидания я говорю, до встречи все, удалился у меня из друзей были товарищи вот, я вот тоже воспоминял трех компаний за всех своим друзьям ну, мы все, у нас нет, допустим, да, а мы друзья и ей тоже, вот, присоединила, там, Лена когда спам какой-то приходит а какой спам? как это? а, господа, это спам, может быть, пришло? нет то есть, там, спам-бокс стоял политически то есть, вот, да ну, это мы не на качество, но все-таки так же а, да, такое, не на количество, а людям качество и все-таки ну, и на количество, я думаю, тоже надо стремиться ну, может быть, да, это вот эти ста тысяч человек кого-то Бог коснется ну, мы не знаем ну, видишь, в Евангелии написаны не то, что должны выискивать, кого Бог коснется мы должны за свидетельство слово свидетельство означает о том, что мы должны просто рассказать за кого Бог положит молиться в сердце но мы должны просто рассказать об Евангелии а всю остальную работу будет уже делать и все и мы будем его пинать толкать, звать мы должны за свидетельство то есть, слово свидетельство означает просто рассказать то есть, как апостол говорил что я получил от Господа Павел хотя он сам лично с Иисусом не был на земле потом так апостол Павел что я сам лично получил от Господа то и вам передал в том, что Господь пришел на землю был распят в третий день воскрес и находится сейчас в Царстве Небесном ну, не дословно вот так вот, да то есть, в этом вся суть Ивангелия то есть то, что Иисус умер за наши грехи воскрес и сейчас человек через покаяние через приход к Иисусу может получить вечную жизнь в жизни и спасение и вечную Иисусу то есть, вот что мы должны рассказывать суть Евангелия вот это Евангелие больше, в принципе в принципе больше мы ничего даже и не должны особо рассказывать кроме вот этой истины то есть, по сути это истина Евангелия умещается в трех-четырех недвижениях понятно, что мы, общаясь с человеком не вот так ему не портал в итоге потому что у человека возникнут вопросы какие-то надо на них смочь ответить чтобы смочь ответить надо соответственно и молиться и Библию узнать чтобы не копаться вот так в Библии искать выискивать а чтобы они сами были уже в разуме отложены то есть хоть Господь и говорит никогда не готовьтесь отвечать но я вам сам дал эти слова но чтобы эти слова Господь дал надо хотя бы прочитать пару раз Евангелие чтобы Господь уже у тебя из подсознания эти слова вылил на язык ну и вот как я вот интернет то есть это как ступенчатое боговесие даже я вот так назову начни с малого проще говоря мы сейчас там большой опыт конечно сейчас больше возможностей через интернет много очень молодежи сейчас там все быстро очень развивается и более все сидят в интернете как скажем в самом младшем возрасте там школьники да и что есть даже старшего возраста ну да мы не знали как компьютеры пройти в жизни в интернете он да вот группировала за этим социальным социальным на социальном 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 ну и вот и первая ступень самая простая в принципе вот все которые в контакте уже зарегистировали то есть и implications 50 100 150 друзей, напишите у себя ссылку, поставьте картинку какую-нибудь с правильной надписью, с молитвой покаяния, к примеру, и все. И куча вопросов вам просто обеспечены, особенно кто студент сейчас летом. Поставьте, придя в учебное заведение осенью, вы получите просто огромный шкал вопросов автоматически. Даже можно мне даже настроить, вообще мне же так происходит. Ну нет, понятно, но все равно, когда через картинка, когда ты приходишь в класс, видят, что человек там что-то в контакте выкладывает, что это интересное, что-то новое, то есть человек поменялся, не остался в том уровне, в котором он весной с ним расстались, да? То есть вопросы только летят в кучу, то есть надо даже самому будет искать какого-то благовестия, благовестия само, люди, которые надо про благовестия, сами тебе так сказать потянутся и привыкнутся. Ну и в дальнейшем вот так вот, переступая с ступенью, на ступенью, интернет начали, потом, я думаю, следующей ступенью идет родственники, друзья, коллеги, да? Но родственники, интернет коллеги, они, с другой стороны, вот как мы уже говорили, по поступкам и по делам, люди, да? Человек же он не занялся, и этими делами, поступками он свидетельствует тоже. Доказывает. То есть это тоже свидетельство того, когда там молишься, допустим, да, вот над неверующими людьми, сильными пастухами, какими-то там делами, да, там, помощь еще что-то. Заботой. Ну и вот родственникам все равно же проще рассказывать, чем, да, посторонним видом. Ну, когда, допустим, человек знает тебя, то, что ты верующий все равно ему проще рассказать, да, даже и под руки там сказать что-то, сказать, да, когда вот, ну, кто-то тебя не знает, ты его не знаешь, тогда ты мне... Ну вот это было. След, вот уже следующая ступень, как я бы сказал, третья ступень, да, это уже для незнакомых абсолютно людей, то есть это, по сути, уличная благовесть, еще какое-то такое, да, как на улице сейчас некоторые в трамваях просто стоят и рассказывают, вот это уже серьезный уровень более весит, а на самом деле так и страхово, на самом деле, есть такой нехороший какой-то, ну, мангаж, только как раз нехватка, наверное, Духа Святого внутри такого полного насыщения, что когда тебе абсолютно становится без разницы, что я тебе подумаю, что я тебе скажу, как ты там будешь выглядеть, как ты там будешь выглядеть, как ты будешь выглядеть, То есть, когда это абсолютно становится неважным, а единственное, важность установится донести до людей истину. Это, наверное, уже, можно сказать, наивысшее развитие личного благовестия. Но если Господь увидит, что вот так человек трудится благовестным, то потом Господь может дать ему и красноречие, и все прочее, харизму какую-то может дать, и правильные слова, зажигающие, не зажигающие морские слова, а именно правильные слова Духа Святого, и будет и большие стадионы евангелизировать, и большое количество людей. То есть, никогда, я думаю, Господь не даст сразу человеку евангелизировать целый стадион, да? Все равно человек, каждый верующий, начинает с малого, и вот так вот подбегаясь, достигая более высоких вершин благовестий и полный язык. Кто-то, конечно, всю жизнь остается на первой ступени ВКонтакте, а кто-то даже и не достигает этой ступени, к сожалению. Может быть, за счет благовестий, допустим, свидетельства какие-то, например, записывая на заявки, да, давать там, ну даже и в собраниях, и под родственниками, все на полном, какие-то. Ну, это тоже как инструмент продавец. Да, если носить свой взгляд, это нужно, допустим, Новый Завет и гейм, там, где платить, что смотрите, поколение, допустим. Потому что мало ли какая может предстать, ну, предстать там, какая-то возможность, чтобы подкрепить наши слова. Вдруг такая ситуация, да, вникнет, он возьмет и вспомнит, да. Инструменты для прогресса, да, и кто-то на машинах на задних степах пишет, да? Да. Кто-то, у кого балконы ходят на центральную улицу, панеры вывешивают. Нет, на стенах панеры писать не стоит. Только если хозяин этого забора, если не разрешить, тогда нужно. Без разрешения не стоит. Нет, у нас в городе, да, я в последнее время встречал такие надписи, это видел. Кто-то целенаправленно прошел. У нас в городе без забора списал. Нет, бывают такие заборы, что просто украшения даже забора. Но не стоит, конечно, без разрешения хозяина этого забора, что-то на него писать. Ну и много других, да, брошюры те же самые. Просто даже можно иногда днем музыку погромче дома делать, окошко открываешь. Да, на соседей слушаю. Бабушки надо слушать, кто на сроках бывает. Нет, у меня бабушек нету, к сожалению. Нет, но у кого-то там. У кого-то бабушки нет слушать. Это что-то значит, наверное, у меня еще ни одной бабушки не слышно. Сколько живу, вообще, когда бабушки не видел. Чуть-чуть депрессия. Тебе дашь вот прихожей у нас ставят, постоянно там бабули то есть. Бабули это, по сути, тот же инструмент они там. И осудят, и осудят, и комментарии тебе дадут. Все что-нибудь выложат у тебя там. Много разных инструментов, я думаю, больше не инструментов, а желание. Желание, да, и просто надо на этом стать однажды, на этом пути идти, спрямиться, молиться, чтобы Господь дал. Потому что есть такой суть в Евангелии. Евангелие от Луки, глава 12, 8. Как бы очень серьезные стихи. У кого уста закрыты, и кто они благовесуют, хотя бы даже мало. Что Иисус сказал о таких людях? Кстати, очень серьезные стихи, как бы вы размыслите. «Сказываю же вам всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». То есть, неблаговесствуя, по сути, мы отвергаем, ну не отвергаем Иисуса Христа, а пред человеками имеем какое-то стеснение, боязнь. И, по сути, вот этим отсутствием благовестия мы, получается, отвергаем, да, предвидениями Иисуса Христа. И есть такая опасность, что Иисус потом может отвернуться и сказать, что вы обо мне не говорили и не свидетельствовали, не боялись у него имени. Страшились за свою репутацию, страшились за мнение людское, страшились еще за че-то, чему я вас должен знать. Я вас тоже стесняюсь, потому что вы меня стеснялись на земле будущей. Это очень, кажется, серьезные стихи. Кого еще нет, у Бога есть и лично думайте об этом, молитесь и стремитесь к этому. Чтобы в конце, когда уже ничего нельзя будет исправить, услышать эти слова от Иисуса. Это очень будет печально. Надеяться жить всю жизнь, придя в небеса и видя славу и вечную жизнь. То, что многие из которых ты был спасен, а ты будешь просто в небесную пустоту отождать на вечность. Ладно, на сто лет, на сто пятьдесят, на тысячу лет, но это вечно, чтобы представить. То есть никогда уже ничего абсолютно поменять нельзя. Сейчас можно пока поменять. Вот сейчас. В этой жизни. А потом уже ничего поменять нельзя будет. Абсолютно ничего. И поэтому серьезно, очень серьезно надо проходить и к благовестию, и к супер жизни, и вообще к своей жизни. Вообще. Не думать, что Господь нам погибает, что вот он и там добрый такой соскок. Да. Бог, любовь. Есть любовь. Вот. Одно из нем много. В то же время Господь святость и справедливость. Ничто из Виктории не войдет. Ксарский Небесный Господь сказал. Вот этим стихом и, наверное, закончим. Такое основное, основное наше общение сейчас, я думаю, возможно, кто-то поделится каким-то, ну, каким-то свидетельством по язычному благовестию. Или как вот, может, Господь благословил там и свидетельство. И интересный какой-то, может, случай был в жизни. Ну, вот Ирина, я знаю, на работе благовестия, расскажи за какой-нибудь такой необычный случай. Ну, не случай, а необычный момент благовестия, может, что-то такое интересное. Ну, не знаю, это сделано. Уморилась, у меня был человек, без Бога не пришел. У меня было похождение, я, кстати, я пришла, что я легенде не взяла. То есть, Бог у меня показала, что, как бы, заменила лица, не знаю, почему. Как бы, я уже не поделывала, что-то, и вот, я умирилась на мысль, а мне просто сказала, что я должна, как-то, ему сказать, буду, конечно, следует, что я желаю, что я желаю, желаю, желаю и желаю, желаю, желаю и желаю. И, как бы, один, как бы, ребенок уже будет, это было и, к этому сердцу поджил, и прогулка. А как сказать, ну не пули, так больно не слышать, что пилот или еще что-то, ну так бывает, так бывает, понимаем. И они как-то все собрались с нас, там где-то гордон, они знают, что я с ними не сижу, как бы не вижу там, я верующая, они это знают. И я не приехала с ними. И у нас как раз, ну погода вроде бы была нормальная, ну и все. И мы, они собрались с нас, что мне Бог не только говорит, скажи, что бы она как бы не ехала. И я как бы имя не сказала, может быть, когда его не послышали, не сказала. И у нас появились на работе, мы оставались со мной, и еще со мной один полгода оставалась и на работе. И он жил имя у нас не века, не в ходу, с еще не приехал, тем же поздно было где-то. Мы на 8 час уже было, и она была жила убедить у нас и на работе с холодильнической недели. Ну как бы я так понимаю, то, что виспрость нам было, и она сказала, что ей может на человеке не сказать, что не надо лежать убедить. И она как раз на работе была. Ну, они не все там были. Ее позвали. И вот у вас будут люди, на работе живутся, может там испортят. Надо ведь поедись и остаться. И Бог мне тоже сама говорит, скажи, что бы она не действовала. Я не знаю, что это делается на человеке. И ты знаешь, что ему так в Боге на сердце поможилось, и кажется, что он может длинуть сроки и длина. И она продлила, она там была полупалась, полупалась, и все равно поделала. Ну да. То есть почти меня. Ну как бы я был русский человеком. Семного времени, сейчас Бог уже не будет, а раньше я как бы слышала в сердце, как бы вожиное сердце немного. Слышала уже анонсерфа, который спорит людей. Он участвовал в русском. Это это когда-то, если бы он был его женат, чтобы девушку не было спасения, чтобы к нему было на встречу. Ну, все это сопоставить. И чем ты хочешь поделиться? Да, но можно не каким-то особенным там, а просто свидетельством. Кто там, например, недавно что-нибудь может кому-то за свидетельством. Интересно очень. Не то, что интересно, а вообще. Кого как свидетельство проходит? Ну, не проходит в смысле, а кто по-разному же люди походим даже к ним, да? Задумывается. Кто-то так, кто-то через что-то другое, кто-то через это, кто-то через пятое, кто-то через десятое. Нет. Просто интересует и страшно. Кто там вывести? Что вы там делаете? Мы были перетожены на работниках. Мы не знаем, что я верующая. Мы молимся, проявлены, про вас. Ну, в речи, верующая. То есть все равно, наверное, это было бы интересно, и все равно меня коллеги про вас спрашивали. Да. Ну, люди, как я посмотрели, я говорю, в восемнадцатом году, это же делать первый шаг, а потом, как я сходит, смотрит весь мир. Да. Нужно, да, как-то есть просто. Я думаю, что я приготовился так, вздохнул, набрал воздуха легче. Как-то суета захватывает, и ради суети как-то забываешь обо всем. Ну, все, наверное, были вместе, когда у нас там свадьи готовились. Угу. То есть едут. Да, когда звали, как гостей уже, ну, сразу говорили то, что свадьба, ну, было христианское, и там… Да, неверующие родственники, и… Ну, это приходилось объяснять, почему-то, ну, зачем. Вот. Да, тоже хорошо, да. Помоги были вместе. Передачи в выпуске, находили. Да, да, да. Только только девушка на свадьбе была в кафе, то есть тоже были задавали вопросы. Интересная была, то, что пристянка свадьбы, там есть выпивки, то есть что-то тоже было. Ну, девушка у нас была такая, и там тоже были, там тоже люди, оказывается, куда-то ходят. Ну, то есть Бог тоже организовал, да, так сказать. То есть, ну, там девочки, может, официантки, официантки встретили в одном свадьбе. Тоже как в Благовействе, да, было там. Никак, как в Благовействе. Да. Ну, в смысле напрямую эти говорили, но они… Да. Послышали. Послышали. То есть там через других людей, потом в Благовействе была девушка, да, и мы вообще, ну, разговаривали, потому что она тоже, у нее сердце расположено, у нее дома тоже есть Библия, но в Благовействе православие. Как-нибудь на тюрьмало помолиться, чтобы Бог хотел, у нее все равно было. Повар, там тоже смешная женщина была, да? Когда привезли помощь, когда выгружает, а раньше все равно это говорит. Чего, говорит, когда алкоголь-то будете выгружать? Где, говорит, алкоголь-то? Ну, алкоголь-то нет ни разу. Как так? Бывают свадьбы, я говорю, христиан бывают. Ааа, понятно. Чего ты только хотел и сказать дальше, но мне бы ее сказали достаточно. Да, то есть вообще не знаю. Угу. Ну, бывает. Андрей. Рома с вами сейчас как-бы однополенными. Как-бы у них одно свидетельство, на двоих как-бы засчитывается. Ну, мы считаем. И отвечает, и оно должно быть у каждого. Ну, конечно же, как шуты. Угу. 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 Ну, я расскажу одну историю, да? Угу. 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 Ну, вот интересный случай, начале лета, что-либо я не помню уже. Новый вид свадьбы, и это нам дали делать я. Я поехал в библиотечную нашу в Трессе. Мы работаем с призом Трессе. Большая организация, есть своя библиотека, соответственно. Поехал за книгами туда, за технической литературой. Начальник меня отправил в данный начальника. Все, поехал, приехал. Там, и выбрал книги, какие мне набрали. Библиотека сама опустила меня в ЛГБ. Все, выбрала. Когда она записывала, ну, там, корюшок отомлял, у меня там, корюшка раньше не было никогда. И что-то мы так с ней говорили, она там, и с ней, и о жизни своей. Ну, короче, она, с чем она... А, всю жизнь библиотека она проработала, там, в школе какую-то. Рассказывала, как дети любили раньше книжки читать, там, туда-сюда. Ну, видимо, она... Ну, она, я говорил, уже лет 6-40 в Трессе библиотеки работает, соответственно, там детей, там, эти, люди взрослых ходят. Меня. Ну, и... Ну, видимо, нет места, мне было поговорить, что ли, особенно. Она сидела, все равно рассказывали. Традакева, Традакева, Традакева. И, мы все забрали книги, пошел. Вышел уже из залии. Исполь герри, что ты, говорит, мне рассказал? Герри, возвращаясь, обратно рассказывали. Я такой, что-то, что-то, как-то, неохота получил. Кто-то, может, там, машина ждет, стоит, если бы, ну, в начальнической машине приехал, ну, туда-сюда, так, вот, все-таки, нет, не пойду, ладно. Все, я не пошел. Поехал, И, где-то, ходил неделю, два часа. и все, и потом, где-то, через несколько дней, вспомнил, что книги надо возвращать. И решил, что, вот, все, беру новый заряд, и когда буду возвращать книги, и, как бы, я это расскажу. Ну, сделал, пошел книги возвращать. все, я просто сказал, вот, вы, билетер, я говорю, читаю, книгу, самым главным, да, она такая, открыла, посмотрела, да, читала, я говорю, откуда, вроде, ну, я говорю, православный, но у нас, говорит, в тресте работала, то есть женщина, девушка, сестра наша, не помню, и она, говорит, со мной даже, звучала, в Евангелии, то есть приходила, и мы с ней, звучали, ну, наверное, ну, все, подарил, вот, говорю, читайте, я, молитвословно, читаю там, то есть и прочее, ну, рассказала, как смог, ну, и все, победил, все там, попрещались, не так, и ушел, и как бы сразу радовалась, что исполнили Богом Господа, только вот, единственную фразу, я ему сказал, потом понял, что, Господь второй раз мне же постучался, то есть, если, не всем, не ко всем людям, у меня такое, как бы, желание сердца было, да, что должен, я ему сказать, что, а тут было именно, такое желание, не желание, а даже, такое, убеждение, что она должна, услышать, что я должен ему сказать, то есть, это, оно не само по себе же, как-то возникло, то есть, соответственно, если он уже второй раз к этой женщине постучался, то, значит, Господь хочет, чтобы она была спасена, но, к сожалению, что-то я такую фразу не сказал, а потом уже, когда ушел, пышечник пошел, что, видимо, не было особо большой работы, когда уже ушел, где-то до центральной площади, подумал, что надо было все-таки эту фразу сказать, что, не отвергайтесь, и не отвергайте Иисуса, потому, что он к вам уже второй раз постучался, а третьего раза, может быть, просто уже не будет. То есть, когда Господь, дает побуждение, особенно какое-то истинное, то никогда не надо его соблюдать, скрывать сердце своим, как бы, из-за боязни, из-за свидетельства, из-за больше чего, он тебя неправильно поймет, или еще что-то, подумает о тебе, чтобы лучше сказать, чтобы потом не было стыдно перед Господом в небеса, что Господь тебе говорил, а ты не исполнил Бога, да? И, 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 что-то… получите на себя, за что вот интересный месарь сейчас, так подумаю, на себя получаем. Я праздываю, может быть, за то, какое количество человек через Твое благовестие Иисус спас. Да? Да. Больше тогда мы посвящаем, даже понимаем, что более молодежь этого человека. Ну, это одно из другого живет, да? Ну, все качественно, все было, короче. Ну, как ты говорил, молодежь, рассказывал, да? Про лаву там, допустим. Ну, если же рада бывает. Ну, нет славы, нет там еще какого-то, короче, благовестия. Еще там. А благовестия, это же, наоборот, когда ты верящий, а тебе за радость? То есть ты на чувствуете, когда что-то? Нет, понятно, за радость. Ну, у кого-то, например, семья, у кого-то там, я не знаю, кто ты грешен, а дабы или парень. Не все же, как бы, вот так способны. У кого-то там, я не знаю, еще какая-то причина. То есть благовестия, это, на самом деле, труд. Чему и Еземей не хотел благовестия. Он же боялся тоже. Ну, такое же благовестия. Абсолютно такое же было, как у нас. Ну, да, вот у меня... Чем он отличался? Тоже был такой, да. Да, у нас все молодец. Тоже был такой, да. Федерта, был южный брат у тебя. Он тоже к нему приехал, ну, как бы он. Ну, а ты, в общем, Богу-то не верит. И как-то, ну, тоже хотелось ему рассказать, как Бога-то. Ну, я жил у него в Питере, там, я ездил, у меня три. И тоже вроде, как бы он ему сказать-то рассказать? И... ну, тоже загруженный ходил. Как-то вроде, хочет рассказать, а с чего начать, как бы, зафигурать, вообще, вообще. Вот как-то на кухне с ним сидим, чай пьем. И он сам как бы спросил, ну, что, говорит, там, ну, это, ну, там, Бога веришься, я говорю, да, веришься, ну, вот. Ну, как бы начал он почеконьку рассказывать, ну, как бы так вот, ну, что знал, так бы, вкратце объяснил ему, рассказал, и сразу по причине на душе, ну, то, что человек все равно Бога слышал, вот. Также как и почему он не мог отмечать, потому что он, чтобы у него был успел, да, и сразу же легко отстал, ну, проще стало даже. И себя отдал, и все, проще стало. Себе не надо сдерживать, но хорошим дает Господь. Надо отдавать, ну, вот. Ничего, кто-то интересный, по этой теме, может добавить. А если бы смешинка эта, по этой теме, я не договорю. Ну вот тогда, в этом, наверное, закончим наше современное молодежное общение. На прямом эфире оно заканчивается, но у нас всё продолжается. Соответственно, чем оно у нас продолжается? Чаепитие, как бактисты называют, это трапеза. Ну то есть это как? Чаепитие, у них такое общение, после собрания со столом, там, ну вот, как бы, да, это называется, трапеза. Я не знаю, как сейчас называется раньше, когда мы не стали. Мы не зарегистрировали больше с этой генерацией. Ну, давайте тогда закончим молитву. Закончим общение молитвы. Закончим молитвы. Закончим молитвы. Закончим молитвы. Каждый об этом поможет. Самый медицинский сайт. Такое же стремление, да? Мы привесим. Господь благодарим. Господь, что Он собрал сегодня нас. Верим, Господь, что Ты пребывал сегодня среди нас, что слово, которое здесь прозвучало, было истинным словом. Господь Твоим хлебом. Я, Господь, верю в это. Ибо я особо никогда, Господь, не добавляю, стараюсь не добавлять от себя. Стараюсь по Слову Твоему, Господь, Слово Твоё принести и следить за молодёжью. Надеюсь, Господь, это у меня получилось. Благодарю, Господь, что даёшь мне какое-то желание. Даёшь желание нашей молодёжи собираться, Господь, вместе. Ради того, чтобы Твою волю познать, имя Твоё прославить и потрудиться даже в том же интернете, в том плане этом вещании. Да, Господи, даёшь желание, потрудение. Многие, Господь, приезжают из далёких районов, Господь. Я благодарю Тебя за молодых братьев и сестёр, которые Господь мне дал. Благодарю за их сердца, Господь. Верю, что они, Господь, ищут Свои воли. Я верю в это, Господи. Хочу в это верить, Господь. И молю, Господи, и в моей жизни, и в жизни моих молодых братьев и сестёр, Господь, чтобы Ты, Господи, поселил это желание благовествовать на полным Духом Святых, Господи, да. Я дал жизнь святую сердца, Господь, сердца Господь, да. Желание жить святой жизнью, дал желание благовествовать, Господь. Нести Твой след людям, Господь, которые погибают в этом мире, погибают в грехе, во зле, Господь, нечестие, Господь. Погибают, Господь, дай нам всем такого желания и в личном благовестии, чтобы не только в личном, но и, Господь, покажи нам какой-то путь благовестия и общего, Господь, для молодёжи и для общины нашей, Господь, чтобы не останавливалось только на интернете, но чтобы было и личное общение с людьми, и личное благовестие, Господь, и на улицах, и в деревнях, возможно, и в детских домах. И, Господь, везде, Господи, где нуждаются люди, нуждаются в истине, нуждаются в спасении, Господь, позволь везде нам там быть, Господь. И быть не со своими словами, не даже с подарками, ни какими-то физическими, но с Тобором, Господь, наполненным Духом Святым, Твоим Духом Иисусом, и донести, Господи, то Евангелие, которое несли до нас в 2000 лет, братья и сёвки, Господь, и то Евангелие, Господь, которое Ты дал, Господи, людям на этой земле и нам, Господь, дал, и то Евангелие, в которое мы поверили и приняли, Господь, в сердце. И дай нам увидеть радость от трудов, от плодов, Господь, от покаяний, да, видеть эту радость уже на земле, Господь, чтобы сердце наше порадовалось. Пока не верим, ой, Господи, ты знаешь, оно бы очень порадовалось, Господь, аминь. Господь, я был укреплен в прошлом, но с днем и все к тому, что мы должны быть обиды от сочетания, послушающих свое себе, Ты уверен, что в последнем случае, надправаясь к恋 депутатерской Господь международной жизни, по-прочтаю, яmieю, на тему любви, на любви, на любви, на любви, на любви... Что ты, Господи, красовила, И Господи, меня страшное行ение, могла бы помогать Господи ей, Господи дож Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и вот на этом мы с Вами не прощаемся, будем рассказать. Думаю, сейчас уже прощаемся, мы Вам говорим до свидания, до новой встречи. Пусть Господь Вас благословит.